Станут ли нейросети частью системы образования? Однозначно да, считают финалисты инновационного конкурса лучший молодой преподаватель Юга России. А их здесь 32 – из Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской области и, конечно же, Ростовской. Татьяна Демиденко, доцент РГУ Ринха, например, предлагает применять в учебном процессе игры с использованием нейросетей. Студенты будут разделены на группы, и они будут взаимодействовать с нейросетями, искать нужную информацию из нейросетей. И далее будут подключаться элементы геймификации, то есть игры, соревновательный элемент добавится. На нейросети делает ставку и Станислав Казаченков с другой кафедры Ринха. Его тема – каждому студенту нужен наставник. Конечно, нейросети не должны полностью заменять преподавателей и образовательный процесс, конечно же, но они должны нам очень правильно и очень хорошо помогать в составлении каких-либо задач, каких-либо заданий для студентов, а также для самих студентов, например, в написании каких-либо научных работ. Но мы не говорим о каком-то полном написании, а скорее о аналоге научного консультанта. География конкурса в этом году стала шире, поступали заявки даже из Сибири. Правительство Ростовской области выступило одним из соорганизаторов этого конкурса. И мы считаем, что это очень важная и нужная работа для развития Юга России и нашей страны в целом. Мы ее будем продолжать. Преподаватель Донбасской аграрной академии в Макеевке Евгения Пахелько предлагает свою профессиональную реальность, которая поможет студентам почувствовать себя судьей или прокурором правильно решить задачи и перейти на новый уровень. Такая программа юридическая для шлема виртуальной реальности, для подготовки студентов юридических дисциплин, что позволит модернизировать процесс обучения юристов и станет хорошим помощником для разгрузки преподавателя. Но это не означает, что инновационные технологии заменят труд преподавателя. Главная цель конкурса – найти наиболее квалифицированных и инициативных молодых преподавателей, умеющих объяснять сложные темы увлекательно. Мы понимаем прекрасно, что сегодня надо поднимать тот уровень, который был в определенное время, советский период времени, и от него нужно взять лучшие процессы, которые были тогда и в рамках подготовки педагогов. Сегодня, говоря о нашем конкурсе, мы еще раз хотели бы посмотреть, на каком уровне находится педагогическая подготовка наших молодых педагогов. Второй этап конкурса продлится два дня по четырем направлениям, включая информтехнологии, экономику и управление, социальной и гуманитарной науки. Отдельно назовут лучшего молодого преподавателя по мнению студентов. Призовой фонд конкурса – 200 тысяч рублей. Дмитрий Сумской, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова